Всем привет! Меня зовут Абрамов Денис и сегодня мы рассмотрим такую тему как Markup в Playground. В Playground есть особенный тип комментариев это Markup или по-русски метки. Markup это такая система написания текста, когда вы вместо того чтобы форматировать текст как в Word, выделяя заголовки, пункты меню, подчеркивания, курсив, вы помечаете определенными символами. И чтобы текст стал отформатированным нужно воспользоваться меню Editor и нажать Show Rendered Markup. После нажатия на Show Rendered Markup вид текста изменится и выглядит это таким образом. Метки бывают однострочные и многострочные. Чтобы создать однострочную метку нужно использовать двойной слэш и после слэша добавить двоеточие. Напишем двойной слэш, двоеточие и напишем однострочная метка. Чтобы сделать многострочную метку нужно написать один слэш, добавить звездочку и после звездочки добавить двоеточие. Напишем многострочная метка. При этом когда текст будет в отформатированном виде, текст на другую строку переноситься не будет. Для переноса строки используется обратный слэш. Посмотрим, как это выглядит. То есть, в первом варианте у нас вторая строка перенеслась на вторую строку, а во втором варианте без использования слэша у нас текст написан в одну строку. Если надо добавить символ, который не может отобразиться в тексте, например звездочка, то для этого необходимо перед символом добавить обратный слэш. Посмотрим, как это выглядит. Первый вариант у нас звездочка отображается, во втором варианте у нас вместо звездочки отображается обычная метка. Для разделения текста можно использовать горизонтальные линии. Для этого необходимо на следующей строке написать минимум три знака, такие как тире, звездочки или подчеркивания. Пробелы между знаками игнорируются. С тире есть небольшая особенность. Если использовать тире на следующей строке, то предыдущая строка станет заголовком и исчезнет разделительная линия. Удалим пустую строку и посмотрим на результат. Мы видим, что наша первая строка стала заголовком. Далее рассмотрим метки для перехода между страницами. В квадратных скобках указывается название страницы и после квадратной скобки без пробела в круглых скобках пишется собака previous для предыдущей страницы и собака next для следующей страницы. Посмотрим на отформатированный текст. Нажав на предыдущую страницу, мы переходим на страницу с разделительной линией, а нажав на следующую страницу, мы переходим на страницу с заголовками. Заголовки бывают трех видов. Большой обозначается одной решеткой, средний обозначается двумя решетками и подзаголовок обозначается тремя решетками. Также в Playground можно создавать маркированные и нумерованные списки. Чтобы создать маркированный список, нужно написать в начале строки плюс, минус или звездочку. Я создал три варианта использования списка. И как вы можете видеть, расстояние между первым и вторым элементом меньше, чем между типами списков. Таким образом, можно разделить списки, если они идут друг за другом. Чтобы создать нумерованный список, нужно написать число и поставить точку. Создадим список из трех пунктов. Первый, второй пункт я напишу третьим, а третий пункт будет вторым. И посмотрим на надформатированный вариант. И как вы видите, пункты упорядочены правильно. Не важно, с какой цифры начинается список. Например, если вам надо, чтобы список начинался с числа 5, то первый пункт начинаете с 5, а далее последующие числа уже будут не важны. Список будет упорядочен. Если ваш список разделен кодом, то вы можете продолжить этот список, начав с соответствующего числа. Для следующего примера напишем два пункта с цифрой 5. Нумерованные списки можно разделить по уровням. И чтобы это сделать, нужно в начале строки добавить три пробела или один таб. Я добавлю еще несколько пунктов. Подуровни должны обязательно начинаться с единицы. Если второй список мы начнем, например, с цифры 3, то мы увидим, что третий пункт идет после слова 5, 6 пункта. Для работы с текстом можно использовать жирный шрифт и курсив. Чтобы сделать жирный шрифт, нужно текст поместить между двух звездочек либо между двумя подчеркиваниями. Для курсива используют по одной звездочке или подчеркиванию. Если необходимо выделить ключевое слово в тексте, то для этого текст нужно поместить между обратными одинарными кавычками. Так текст будет выглядеть в отформатированном варианте. Мы видим жирный текст, курсив и таким шрифтом выделяются ключевые слова. Если надо добавить ссылку на сайт, то в квадратных скобках пишется название сайта и далее без пробела в круглых скобках указывается ссылка на сайт. И если мы нажмем на Swiftbook, то у нас откроется сайт swiftbook.ru. Еще можно добавить изображение, но сначала надо добавить само изображение в Playground. Если изображение добавить в самую нижнюю папку resources, то это изображение будет доступно на любой странице. Добавим изображение Swift в нижнюю папку. А изображение Swift Small добавим на страницу, например, в видео, чтобы увидеть различия. Сейчас изображение Swift Small доступно только на странице видео. И чтобы добавить изображение, нужно поставить восклицательный знак и после него без пробела в квадратных скобках указать текст, который будет отображаться, если не будет изображения. После квадратных скобок идут круглые скобки, также без пробела, и в скобках указывается название файла с картинкой вместе с расширением. Через пробел в кавычках указывается название изображения. Оно будет отображаться при наведении курсора на картинку. В отформатированном виде мы видим надпись «Изображение отсутствует», потому что изображение Swift Small недоступно на этой странице, так как оно находится на странице видео. А второе изображение отображается, потому что оно доступно для любой страницы в проекте. И если наведем на него курсор, то мы увидим название этого изображения Swift Icon. Если убрать подсказку названия изображения, то в квадратных скобках указывается название изображения. Но если изображение будет отсутствовать, то вместо изображения будет отображаться название этого изображения. Соответственно, если вместо названия написать изображение отсутствует, то в подсказке вместо названия изображения будет отображаться надпись «Изображение отсутствует». Поэтому будьте внимательны при добавлении изображений в проект. Также можно добавить видео. Принцип схож с использованием изображения. В круглых скобках можно добавить превью и разрешение картинки. Добавим видео в проект. Когда начинаешь воспроизводить видео, размер картинки может быть неверным. И исправить это можно, изменив размер окна Playground по горизонтали. Первое видео мы сделали 1280 на 720. А второе видео мы оставили на стройке по умолчанию. И вот так выглядят различия. Следующая тема – это сноски. Сноски бывают нескольких видов. И первое – это пользовательская сноска. Чтобы создать пользовательскую сноску, нужно поставить звездочку, плюс или минус. И эти знаки используются во всех видах сносок. Далее после знака ставим пробел и пишем ключевое слово callout. Далее без пробела в скобках пишется название сноски. И после закрывающейся скобки ставится двоеточие и пишется описание этой сноски. Посмотрим, как это выглядит. В скобках должен быть минимум один знак. Иначе это уже не будет сноской. Следующий вид сноски – это пример. И для написания примеров текст помещают между четырьмя обратными кавычками. Либо вместо использования четырех обратных кавычек можно использовать табы или три пробела. Чтобы разделить текст и код, нужно добавить пустую строку. Давайте посмотрим, как выглядят эти примеры в отформатированном виде. Обратите внимание на отступы. Они все выровнены даже в первом примере. На второй строке отступ меньше, чем в первой и третьей строке. Четвертый пример я сделал с несколькими отступами, чтобы показать, что все отступы соблюдены. Есть вариант с использованием ключевого слова example, но там проблема с отступами. И чтобы переносить строки, нужно писать в конце строки обратный слэш. Посмотрим, как это выглядит. Мы видим, что там, где у нас есть обратный слэш, у нас следующая строка переносится. А две фигурные закрывающиеся скобки у нас расположены на одной строке, хотя они должны быть расположены на разных строках и с разными отступами. Поэтому example я написал в конце, так как он плохо работает. Для написания каких-то заданий используется ключевое слово experiment. Вот так это выглядит. В этих примерах я использовал нумерованные списки. Далее. Для написания важных моментов используется сноска с ключевым словом important. Вот так это выглядит. И последний вид сносок – это заметки. Они используются с ключевым словом note. Вот так это выглядит. Еще можно добавить переход на любую страницу, написав название страницы в квадратных скобках, а в круглых скобках написать название файла, на который необходимо перейти. Если нажмем на метки, то мы перейдем на страницу с метками. Соответственно, если нажмем на содержание, то перейдем в содержание проекта. Если в названии файла есть пробел, то вместо пробела ставим процент 20. Наша страница named pages имеет пробел. И если мы перейдем на страницу markup, мы увидим после слова named процент 20 и pages. И если мы нажимаем содержание, то мы переходим на страницу с содержанием проекта. Некоторые возможности работают некорректно, поэтому я показал рабочие и нерабочие варианты. На этом у меня все. Надеюсь, это видео было вам полезным.